Если какие-то там общепринятые места силы, допустим, все езжайте поголовно на Бали, я не склонен к этому, потому что, во-первых, место силы у каждого свое. У нас с той или иной культурой разный резонанс. У нас у каждого с той или иной местностью, с тем или иным пространством есть резонанс. Я думаю, это во многом, где мы жили в прошлых жизнях, да, и как будто на тебя навеивают те ощущения, эти переживания. Безусловно, есть очень сильные места. Для меня такой есть город Варанаси, вот в Индии я был в этом году. Кто-то приезжает туда и чувствует себя не очень хорошо. Там очень много сжигают трупов именно. Считается, что если там сгорел, то после жизни именно попадаешь в рай, да, все это потом в реку Ганг. Но какой-то лично у меня, я приезжаю, и мое сердце вот как будто вот чем-то нежным окутывается, чем-то таким любящим, да, как будто такая мама Ганга о тебе тоже заботится, да. Кто-то приезжает, фу, грязь там, потому что коровы и все, после них их от продуктов жизнедеятельности остаются. Тут же мусор, тут же какие-то цветы спят, какие-то люди просто бродяжничают. То есть кто-то к тебе что подходит, спрашивает. В целом обстановка, если взять с точки зрения западного человека, наверное, шокирующая. Но если ты на все это не так сильно обращаешь внимание под негативным углом, а понимаешь, что ты часть их культуры, часть их жизни и стараешься больше обращать внимание на какие-то добрые посылы. Ты замечаешь прекрасные знаки, ты замечаешь, допустим, как там птицы, чайки там раз с реки поднялись, там 200-300 штук их танцуют в воздухе. Но это лично мои переживания. Тут же по крышам обезьяны прыгают и там какой-то такой сейчас вспомнился момент, вечер, тут ганг, луна, и вот тут на соседней крыше, там крыши все такие плоские, сидит просто удивительная семья обезьян и обнимают друг друга, они греются. Человек 10, обезьянок 10, да, они так мило прижимаются друг к другу, греются именно. То есть ты видишь, насколько они здесь на семей, насколько они такие же, как ты. На Бали, допустим, все там вместо силы, вместо силы. Да, Бали мне открыл, для меня в какие-то свои периоды именно голодания, да, и через это я прикоснулся именно. Но чтобы я почувствовал там для себя места силы, нет. Для меня такое место больше Таиланд, там есть остров Копанган, там многие приезжают, конечно, за наркотиками, там есть такой пляж, где в полнолуние проходит такое мировое пати, full moon party. Но остальной остров очень нежный, очень спокойный. Есть легенда, что он построен на розовом кварце, камень любви, такой открывающий сердце. И там такая гармония. Там, как бы, сел на байк и поехал там по каким-то через джунгли или на какой-то пляже посидел, позадерстал закаты. Пару лет назад мы там были и вечерами мы там пели мантры, там люди с Европы, с разных стран, каждый с каким-то своим инструментом или со своим просто голосом. Под закат мы благодарили вселенную, пели мантры. Это очень красиво, это очень преображающе. У каждого свои места силы. В России их очень много, там один Алтай чего стоит. Да в каждой, я уверен, в нашей объятной стране, в каждом регионе есть какие-то свои места и они могут быть даже в городе. То есть ты идешь иногда в каком-то парке, да, и ты чувствуешь, о, словил эту эмоцию, эту энергию, да, что-то лично тебе подошедшее, да. Так же и бывают храмы какие-то разных религий, да. В какой-то храм заходишь, и ты чувствуешь, что тут есть сила какая-то подходящая именно тебе. То есть не нужно стараться за модными течениями двигаться, да, что это подходит всем. Какие-то вещи подходят тебе в конкретный момент времени. Какой-то другой момент времени может тебе не подойти. Грубо говоря, спать хорошо, но спать за рулем не очень хорошо, да. То есть вот я к чему. В каждый момент времени ты должен прислушиваться к себе, опираться на знаки, которые тебя ведут в то или иное место. Потому что если ты, опираясь на знаки, куда-то приехал, тебя это преобразит в любом случае, даже если ты приехал на помойку. Потому что именно там что-то увидишь именно для тебя ценное, что ты переосмыслишь. Субтитры создавал DimaTorzok